Сергей Миронович, вот уже в течение года отношения России и Абхазии находятся в своей самой активной фазе. Можно ли по прошествии такого периода времени подвести какие-то итоги? Наши взаимоотношения с Россией можно охарактеризовать как стратегическое партнерство, союз, стратегический союз. И он определен соглашением о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые подписали президенты наших стран. И после подписания этого соглашения у нас идет активная работа по развитию наших взаимоотношений по отдельным конкретным направлениям. И уже подписано 20 соглашений к этому договору. Еще около 40 соглашений находятся в работе. Постоянно идет подписывание новых соглашений. Вот буквально завтра будет подписано соглашение между министерствами внутренних дел, послезавтра между министерствами культуры. И так по всем направлениям нашей жизни. Одной из приоритетных задач, которая сейчас стоит перед Абхазским правительством, является формирование позитивного имиджа страны. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия уже провели в этом плане и что ожидается? Ну мы хотим использовать свои возможности географические, геостратегическое положение нашей страны. И рекреационные возможности нашего государства привлекают внимание. Сегодня даже, несмотря на то, что у нас маленькая страна, с небольшими возможностями, все-таки наш регион сосредоточен внимание великих держав. Но вы видите многие встречи, которые происходят на высшем уровне, между даже президентами Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, другими лидерами стран. Вопрос безопасности в нашем регионе всегда обсуждается. И такое пристальное внимание к нашему регионе со стороны политиков, политологов, а также журналистов, экспертов и прочих, и многих других, дают, конечно, определенные неплохие возможности для того, чтобы представить реальную картину, показать, в чем заключаются наши коренные интересы, постараться, значит, объяснить наши истинные цели и показать, что у нас есть правовые, исторические, моральные основания для того, чтобы быть независимым государством. Сергей Миронович, какую оценку дал МИД Абхазии итогом доклада Тельявини? Мы удовлетворены этим докладом, потому что, ну, во-первых, если говорить об Абхазии, то обвинений в Абхазии там фактически нет. Если говорить о том, что доклад касался событий 2008 года, то там обвинений к Абхазии никаких нет. Там говорится о том, что мы освободили свою территорию без жертв, то есть мы не совершили никаких военных преступлений. Главный факт, который установлен в комиссии, это кто начал войну. Это главный вопрос, потому что, как я говорил в своем выступлении сегодня, тот, кто начинает войну, политик, который начинает войну, должен отдавать все последствия, что это, как и любая война, приведет к многочисленным страданиям людей. И жертвам, разрушениям, беженцам, всему, что сопутствует воинам. И последствия должны ощутить на себя вот эти безответственные лидеры. Важной составляющей существования любого незаметного государства в современном мире является его участие в международных организациях. А для Абхазии существуют ли такие приоритетные организации, куда бы хотелось вступить, и ведется работа в этом направлении? Ну, вот все, что мы делаем, оно, конечно, в итоге, конечно, к этому ведет. Потому что участие в международных организациях – это есть факт признания. Потому что страна может быть не признана всеми участниками, членами Организации Объединенных Наций, их 192, но участвуя в международных конференциях и в международных встречах, она тем самым приобретает легитимность. И поэтому наша задача состоит именно в этом. Сейчас мы участвуем в женевских дискуссиях по стабильности в Кавказском регионе. Мы, конечно, хотели бы в первую очередь быть участниками тех структур политических, которые близки к нам, которые нам ближе. Это, в частности, такие, как СНГ, ОДКБ, союзные государства, которые сегодня входят в Россию и Белоруссию. И если мы все-таки дождемся признания Белоруссии, это откроет для нас возможность вступления в этот союз. Мы проводили и будем проводить в дальнейшем активную работу в Латинской Америке, это Южная Америка и Центральная Америка. Это, во-первых, огромный континент, который, как показали события последнего времени, очень лояльно и даже с симпатиями относится к нашим отчаяниям. Недавно Москву посетил лидер оппозиционной грузинской партии, Справедливая Грузия, Зураб Нагайделя. Он встречался с грузинской диаспорой, с абхазской диаспорой. И, кстати говоря, был встречен довольно тепло. Кроме того, он заявил, что оппозиция готова к диалогу с правительством Абхазии. Как бы вы оценили его инициативу и вообще итоги визита? Ну, сразу хочу сказать, что с абхазской диаспорой он не встречался. И даже с отдельными членами абхазской диаспорой он не встречался. Это, я думаю, заявление было сделано для внутригрузинского пользования, чтобы оправдать свою поездку в Москву. Потому что сейчас в грузинском обществе пытаются найти возможности для возвращения Абхазии. Уже для многих стало очевидным, что силовое решение, на которое раньше делалась основная ставка, и неоднократно, кстати говоря, ни к чему хорошему не привели. Мы готовы разговаривать и с оппозицией, и с любыми другими представителями грузинского общества и политического руководства, если они готовы разговаривать с нами на равных. Мы рады были бы разговаривать с Грузией о добрососедских отношениях. И мы считаем, что когда-нибудь такой диалог должен состояться. Но для этого грузинское руководство должно созреть. То есть не садиться за стол переговоров с нами с целью вернуть нас назад, а с целью установить нормальные отношения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!